Приветствую зрителей Политека. Я Екатерина Шумила. Сегодня у меня в студии Алексей Арестович. Алексей, рады вас видеть. Взаимно. Алексей, начинается весна. Она начинается достаточно негативно, если мы смотрим, что происходит на Донбассе последний месяц. У вас есть твой прогноз, как дальше будет продолжаться ситуация на Донбассе? Сейчас посмотрим, что будет с этими кластерами, которые предложила Франция и Германия. Они должны быть до конца марта представлены на совещании политических советников. Российская Федерация устами своих официальных представителей, конечно же, врет. Они прекрасно знают про этот план и даже знают основные его начертания. Просто делают вид, что мой, мы не знаем. Тогда им представят, это будет представлено официально представителями Франции и Германии. И тогда возникнет вилка. Или они выполняют, или они не выполняют. Если они не выполняют, они дезавуируют Францию, Германию, нормандский формат как таковой. И даже если они до юра провозгласят верность ему, продолжение верности ему, то на самом деле они его дезавуировали, разрушили. И они разрушили Минские соглашения, нормандский формат. Если они выполняют его, то сохраняется все то же самое, что и было. Ну, вяло текущая шизофрения на фронте, которая там приводит, к сожалению, к гибели наших солдат и ранению их, и мирных жителей. Ну, и россияне гибнут тоже, конечно. А с другой стороны, такие тактические тычки на месте в пользу того, ну, давайте откроем КПВВ, ну, давайте обвиняем пленных. Скорее всего, так и будет. Вся эта воинственная риторика, война на Донбассе, обострение на Донбассе, выход там и так далее, но она пока выглядит только по элементам информационного давления. Россия и на нас традиционное весеннее давление. Вот час подсохнут дороги, и такое начнется, что просто, мама дорогая, удары по Киеву нанесем, там куда-то побежим и так далее, и так далее. Реально они делать этого не станут, скорее всего. С вероятностью 99,9%. Они, даже я уверен, в каком-то... Могут принять эти кластеры в каком-то виде, но продолжать всю ту же тягомотину. Их политика не меняется с 2014 года. И не будет меняться в ближайшее обозримое время. Украина напрямую... Россию... Все должны признать Россию только посредником, а не стороной конфликта. А Украина должна напрямую вступить в переговоры с ДНР и ЛНР, так называемым. Чего не будет. И наш подход очень простой. Если мы не договоримся по принципиальным вопросам, не можем договориться, стороны уперлись. Давайте договариваться по тем, которые представляют взаимный интерес. Гуманитарные, безопасностные и так далее, и так далее. Давайте выпустим 650 тысяч украинских граждан, чтобы они пенсии получили здесь. Они же с сентября не могут этого сделать в большинстве своем. И прочее, прочее. Но они так не... Это то, что Корчук им постоянно говорит. Давайте договариваться по вопросам, которые интересуют тех. По обмен пленными, прекращение огня, разведение, например, и так далее. Они все вопросы ставят в зависимости от политических. Мы на это не пойдем. Они это прекрасно понимают. Им постоянно напоминают везде, где только можно. И мы, и Совет Безопасности, он месяц назад. И там недавно президент Европейского парламента. Что Россия сторона конфликтов. И посредники им напоминают постоянно. Сторона конфликта хватит. Изображайте себя девочек. Возьмите на себя политическую ответственность и давайте ее решать. И они, путаясь в простынях, рассказывают, что нет, мы тут посредники и так далее. Это скучное. Нудная сказка, которая продолжается не первый год и будет продолжаться еще очень долго. Алексей, ну и сегодня правильно понимаешь, что перемирия уже никакого нет? И отвечает ли на обстрелы украинской страны? Катя, перемирие вообще неправильное слово. Не было же никакого перемирия. Правильно, это режим прекращения огня. До юра он существует до сих пор. Что бы там ни рассказывали, право, а все сорвано, это неправда. Есть дни, когда, да, стреляют там конкретно, бах-бах-бах, как когда-то до перемирия. Есть 3-4 дня, когда ни одного обстрела. Или по два неприцельных обстрела, там три очереди пустили и все. Но оно сохраняется. И не перемирие, а режим прекращения огня. Он сохраняется до юра, он практически сохраняется де-факто. Просто существует более или менее интенсивное его нарушение. Но понимаете, уже нет режима прекращения огня. Это одно состояние. А режим прекращения огня, пусть и с многочисленными нарушениями, это совсем другое. Вот сейчас вот это другое. Наши войска отвечают. Если смотреть на списки потерь, которые публикует российская сторона, отвечают так, что мало им не кажется. Потому что их стороны теряют больше, чем наши. Несмотря на все истерики, там опять же исходящие из тех же, да, все из тех же, да, этих самых источников внутриукраинских стреляем. И тогда, когда требуют тактической ситуации, аж бегом. И российская сторона несет потерь. Больше, чем мы. Поэтому, ну это просто надо понимать. Тут же это, ну вот, вот, вот. У Украины две большие проблемы. Одна война с российской агрессией, вторая война со старой системой. Коррупционной. Война со старой системой важнее. Война с российской агрессией давно уже находится с 15-го года, с 16-го. Находится уже в вяло текущем состоянии. И еще долго будет находиться. Я не думаю, что россияне пойдут на региональную войну, на полумасштабную войну. Потому что это очень сильно ухудшит их положение в мире. И без того печально. Заставит двигаться Запад уже не на уровне глубокой заботчинности, а всерьез. Кроме того, эта военная кампания, она с непредсказуемыми результатами будет. Ну, то есть мы носуем лещей, как бы надаем, да, выбьемся зубы и так далее, и так далее. Даже если они куда-то там радостно прорвутся на каких-то танках и вертолетах, они не удержат просто эту территорию. Это невозможно технически. Советский Союз, чтобы захватить Украину, создал 4 украинских фронта. 2,5 миллиона человек, чтобы вернуть ее там. Поэтому вся российская армия, 1,5 миллиона. Из них там 300 тысяч гражданских служащих, свободные войска 220 тысяч, растянутые от Калининграда до Владивостока. Сирия, Пересирия, Кавказ и так далее. Пади их с ними. Какую группировку у них здесь могут создать? 150 тысяч человек на пике. Это вот изо всех сил. Так у нас вся армия 200. Их что? Поэтому это и технические, и политические бесперспективные истории. Поэтому главной задачей является внутренний реформа, борьба с коробками. Реформа СБУ, реформа судебной системы. Потому что начинать это все надо с реформы правоохранительной системы. Этим и занимаются сейчас президенты и вовсе. Правительство, Верховная Рада и так далее, и так далее. Мог на большинство. Фронт, это в его нынешнем состоянии, это вторая по важности задача. Если мы будем постоянно педалировать тему фронта, мы пойдем путем Порошенко. Но мы уже шли им пять лет. Что этого изменилось? Фронт, фронт, перефронт, зафронт, афронт, афронт и так далее, и так далее. И так далее упущены все внутренние реформы. Назаров, генерал, давал интервью позавчера. Тот, которого судят за ЛСП-6. Он сказал, что Порошенко с 2014 по 2019 год не издал ни одного распоряжения на уровне главнокомандующего вооруженным силам Украины. Ни одного. Поэтому надо тоже различать, что реально творилось, и что творилось в медийном пространстве, когда ему создавали имидж великого полководца, Гетмана, Сивачелова и так далее, и так далее. Мы не хотим играть в эти игры просто. Не хотим изображать. Мы прямо говорим. Главная проблема — внутренняя коррупция. Старая система, которую надо преодолеть, которая дичайшим образом сопротивляется. Дичайшим. Очень тяжело. Даже подходы делать, не то, чтобы бороться. Мы пытаемся изменять системную ситуацию, чтобы менялась потом она и конкретно, и нельзя было уже отработать назад. Даже когда мы уйдем, уже нельзя было вернуть назад. Обратную реформу СБУ, например, или судебную систему, уже нельзя было провести. Перенести сейчас внимание на фронт. Это означает снова остановить внутренние реформы, посвятить все войне. А зачем? Что это даст? Что это даст для развития Украины? Ничего. Только вот эти все нарциссы, в камуфляже клоуны, которые бегают, и кричат от Порошенко, что я тут воевал, и так далее, и так далее, они снова обретутся, как это, такую нарциссическую инвальтацию. Снова им покажется, что они что-то значат в этой жизни. Они, да, снова общественное внимание. Они же бесятся, потому что они его потеряли. Понимаете, да? И мы опять накачаем полудурков, которые как бы пытаются хлебать полной ложкой имидж, который им создал Петя, когда крутил эту тему, понимаете? Когда ему нужно было прослойка этих сумасшедших, бегающих вокруг и кричащих, что они теперь единственные патриоты имеют на все право. Когда можно было разбить стекло в министерстве кирпичом. А потом через две недели Порошенко делал его замминистра этим человеком. Это тупиковый путь. Мы им не пойдем. Наш реальный путь – это борьба со старой системой. Плюс, конечно, мониторинг ситуации на фронте и подготовка ко всем вариантам развития ситуации. Никто не скрывает, что Украина готова к военному варианту. В смысле, что если россияне нас провоцируют, мы ответим так, что мало не покажется. Нету. Поэтому, ну, но это не тема номер один. Да, это тема номер два. Очень важно. Но первое – это реформа экономики, борьба со старой системой, реформа правоохранительной системой, и туда построение открытого общества. Это тема номер один. Туда сосредоточиваются все усилия. Поэтому все эти вот разговоры, что, ой, обстреляли, ой, вот подлая Москва, она сейчас там, значит, пятая-десятая, это я воспринимаю как попытку увести наше внимание и внимание украинцев от действительно насущных задач номер один – борьбы со старой системой. Ну, Алексей, на этой неделе Владимир Зеленский сказал о том, что если не удастся встретиться в нормандском формате со всеми лидерами, то он будет по отдельности встречаться с каждым. И в Москве уже отреагировали на это заявление. Песков сказал, что Москва всегда готова идти на встречу, любому диалогу, но нужно подготовиться к такой встрече, чтобы она была конструктивная, продуктивная. Ну, видите, как Песков дипломат. Он дебил и бля сказал только случайно, оговорился, это записали. Вот я человек свободный, могу себе позволить говорить в прямом эфире, писать, где хочешь. Слава тебе, Господи. Я не хочу быть дипломатичным, я хочу называть вещи своими именами. Конечно, они будут распада в реверансах и так далее. Мы всегда готовы, двусторонние отношения и так далее, и так далее. Потому что они пытаются выдать эту ситуацию как двусторонние отношения Украины-России, а вовсе не как война России против Украины. Но все, мы-то знаем, и они знают, и все знают. Ну, не подействует нормандский формат. Ну, попытаются встретиться президент с ними со всеми поодиночке и как-то сдвинуть это с мертвой точки. Не получится. Ну, значит, так и будет. Будем вести переговоры по тактическим вопросам. Обмен пленами, открытие КПВВ, гуманитарщина, вся эта и так далее, разминирование, ремонт фильтровальных станций и тихонько перестреливаться на фронте. Это же есть конфликты, которые длятся так десятилетиями. Израиль живет так последние 70 лет. Вот 71 год он существует, или там 73, сколько, 74 уже, 48-го года, 73. И 70, да, в этом году будет, да. И 73 года он так живет. И мы так можем жить вполне 70 лет. Можем и 80, можем и 100. К этому надо привыкнуть. Это реальность, это надо понять. Это истерическое. Когда вы там примиритесь? Когда прекратится фронт? А давайте что-то решаем. Вот от этого надо избавиться. Никогда. Все очень просто. Никогда. Вот это надо понять и запомнить. Ближайшие, ну, несколько лет, так точно, будет все то же самое. Бах-бах, периодически гибнут военные. Мы постреляли, они по нам постреляли. Вяло текущие переговоры и так далее, и так далее. Пока радикально не изменится политическая ситуация так, что одна из сторон ее решит радикально. Все. Смотрим на армяно-азербайджанский конфликт. Все как под копирку. 27 лет существовала та же самая минская группа, которая все равно встречалась и вела те же самые переговоры, которые мы ведем. Что-то удавалось решать, что-то не удавалось решать. Понимаете, да? Ну, у нас есть такая вот история. У них тоже была своя история с фронтом, с периодическими обострениями, с малыми войнами, большими обстрелами. Диверсанты проникали. Там уже страшная борьба. И у нас все то же самое. И рано или поздно кто-то наберется сил. Или они нам выбьют зубы и заберут это все. Хотя я не вижу, зачем это. Или мы наберемся сил и выбьем им зубы. И, слава богу, это так вот все. А третий вариант, что это останется серой зоной, которая не поможет зубы? Или третий вариант, останется серой зоной ни туда, ни сюда, потому что Россия создает кольцо серых зон вокруг себя. Глядя на приближение НАТО, она прокачивает серые зоны в Грузии, в Украине, в Молдове пыталась это сделать, в Белоруссии и так далее. Создает такой санитарный кордон вокруг себя. Серые зоны, через которые можно было бы решать, которые решают очень много задач. Негласных, теневых, контрабанда оружия, наркотиков, создание боевиков, там все это пятое-десятое, там парамилитарное формирование, теневая политика, теневая экономика, заканчивая созданием переговорных площадок с тем же Западом, который очень любит слово прогресс. И вот он очень хочет, чтобы был прогресс на переговорах. Они просто, как дети малых, пытаются за прогресс. А был прогресс, а был прогресс и так далее. А я против такой постановки вопроса. Понимаете, мне очень хочется сказать западным партнерам, коллеге, нужен не прогресс, а реальное решение. Вот реальное решение. И на уровне реальных решений надо разговаривать. Если нет ничего реального, не надо махать в прогресс и изображать из себя там, я не знаю, кого там. Это дипломатичная реакция. Ну, дипломатично мы все умеем. Я тоже могу по-французски что-нибудь сказать и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы политика должна быть прагматичной, реальной. Все вот... Вы понимаете, очень много лжи. Везде. Никто не хочет назвать вещи своими именами. Да, и последний вот вопрос. Попрошу ответить коротко. Все-таки многих интересует, как происходит сегодня коммуникация между Киевом и Москвой. То есть официально то, что мы видим, это Андрей Ермак и Козак. Или, возможно, Путин и Зеленский все-таки созваниваются, просто публично об этом не говорят. Понятия не имею. Я знаю, что Ермак переговорится с Козаком только в присутствии посредников от Франции и Германии. Это и называется встреча политических советников плюс ТКГ. Существуют ли закулисные переговоры? Не знаю. Просто не знаю. Тогда благодарю вас за интересную беседу. Алексей Арестович был на Политекос.